Здравствуйте! 22 июня, в день памяти и скорби, в краевой столице впервые состоялась региональная патриотическая акция «Дорога в вечность». О значении патриотического воспитания молодежи мы сегодня поговорим с временно исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Алтайского края Андреем Евгеньевичем Щукиным. Здравствуйте, Андрей Евгеньевич! Акция действительно впервые прошла у нас в крае. В чем ее значение и вообще кто придумал эту акцию? Дело в том, что эта идея вынашивалась нами давно. Она была, наверное, инициирована воспоминаниями детства о том, как уходили наши старшие на фронт бить фашистов. И когда мы обратились к историкам, к архивистам, мы поняли картину, как формировались воинские подразделения в городе Барнауле, на каких площадках они находились и какой дорогой они шли в сторону железнодорожного вокзала, старого здания, на котором есть мемориальная плита, что с 1941 по 1945 год с этого вокзала, с этого перрона уходили воинские эшелоны на Великую Отечественную войну. Родилась такая идея. Мы посмотрели географические точки, где формировались дивизии алтайские. Например, это нынешний дом Бракосочетания, одна из площадок. Церковь Дмитрия Донского, там был кинотеатр, Совкино, там было. И очень много таких географических точек и исторических вокруг площади Свободы сегодняшней. Все они выходили пешим строем на проспект Социалистический и двигались вверх в сторону железнодорожного вокзала. Как нам рассказывали наши уже ушедшие из жизни старшие родственники, формировались несколько дней, переодевались, и люди их ожидали за забором. Когда открывались ворота, когда выходило очередное сформированное воинское подразделение, очень много народу их ожидало, это их родственники. Имеются ребятишки, женщины, старшие, старики и другие. И они шли вместе с ними этой дорогой. Ну, никакого такого уныния. Люди понимали, что они шли с песнями, да, плакали действительно те, кто их провожал. И вот на конечной точке этого маршрута, скорбного, конечно, вот на этой площадке перед зданием старого вокзала было огромное количество слез пролито, потому что практически мы анализировали статистику. Те, кто ушел и прошел этой дорогой с 1941 по 1943 год, 90% из них не вернулись. И они все у нас увековечены на нашем мемориале, куда мы приходим каждый год, извините, 9 мая. Возлагаем цветы, отдаем дань памяти. Мы решили пройти вот этой дорогой от Площади Свободы до вокзала. Символ акции – это лампада, звезда и лампада. Из лампад сделали надпись «Помним». Мы просто предложили поучаствовать в нашей акции нашей молодежи. Это и кадеты, и курсанты, военно-патриотический клуб военно-спортивный, любым организациям. И мы были приятно удивлены, что на старте нас было где-то человек 100, а уже на конечной станции вот этой вокзала нас было больше 350 человек, причем шли даже маленькие дети детсадовского возраста. Мы там возложили цветы, провели траурный митинг, пригласили ветеранов и объяснили молодежи, что это за дорога, что это за маршрут. Буквально мы прошли там за 30-40 минут. И многие организации по дороге, которые услышали об этом, в том числе и коммерческие магазины, они делали перерыв, люди выходили, приветствуя наше шествие. И во многих организациях, как в торговых, в офисных, в образовательных, звучали песни военных лет. Именно тех первых, того первого года, когда 41-43, когда формировались эти все подразделения. Для нас это очень трогательная такая акция, потому что 22 июня – это день памяти и скорби, это памятная дата, определенная федеральным законом. И, конечно, мы со всеми, кто пришел в официальную милицию, возложили цветы у памятника, а уже дальше свои колонны прошли на вокзал. Мы надеемся, что акция эта будет ежегодно проводиться везде, потому что в каждом селе, в каждом городе есть такой маршрут. Даже, может, уже села нет, а памятник стоит, фамилия есть. И в каждом населенном пункте есть, может быть, этот бугорок, на котором их посадили на подводы, и здесь они простились. Может быть, это какой-то вокзал, станция какая-то, может, железнодорожный вокзал. Всегда был какой-то маршрут от пункта формирования, от военкомата до окраин и до околицы, где все прощались. И в основном все понимали, что прощаются навсегда. Потому что в те годы, кто пошел защищать нашу родину, они выполнили свой долг, они шли осознанно, понимали, что это дорога в один конец. Кто вернулся, конечно, многие, не многие, но кто вернулся, они были либо ранены, либо инвалидами, потому что потери были огромные, но они стоили того, чтобы наше поколение теперь жило в новой стране. И мы надеемся, что наши муниципалитеты будут проводить такие же акции 22-го. А может быть, и по всей России это пойдет. Но для нас это очень важно. Но пока эта акция проводилась только в Барнауле, и вообще во всей России впервые, да? Такая подобного формата, да? Это на самом деле так, да? То есть мы родоначальники, по сути дела, мы зачинатели этой великолепной, важной акции. И решили ее реализовать. Потому что день все равно очень важный. И флаги спускают, и мы вспоминаем огромное количество людей, которые отдали жизнь за нашу родину, за тех же ребятишек, за тех же этих, которые шли осознанно бить врага, который вероломно напал в этот день на нашу родину, Советский Союз. И мы должны помнить, что было в этот день, и с чего все началось, и как они шли в это бессмертие, в эту вечность, как они уходили, как они прощались со своими родными. Потому что очень мало уже остается свидетелей. Приходится пользоваться архивами, историков привлекать, как все это было, какая где дивизия, какие сроки уходили, формировались. Я думаю, что это очень важно знать следующему поколению в плане патриотического воспитания, особенно нашей молодежи, когда маленькие ребятишки брали лампады и ставили, показывали, куда, горели. Ну а дети, они детсадовского возраста. Они на всю жизнь там, ну может, запомнят, конечно. Они на всю жизнь запомнили, что военные были, машины военные, значит, очень много офицеров УФСИН пришло на эту акцию, они с нами прошли. И молодежь в форме, по-моему, да? Молодежь нашла форму. Реконструкторы вот эти, которые... Реконструкторы, да, замечательно. Реконструкторы участвовали в УФСИН? Да, конечно. Это здорово, потому что, да, это современно. Великой Отечественной войны, в Великой Отечественной войне, очень много молодежи. Курсанты, военно-поисковики, которые ездят и привозят... Останки. Останки, да, они, как правило, школьники. Вот эти поисковые отряды, представители. Для них это было тоже очень важно и интересно. И никто из них не устал нести флаг или нести там вот этот плакат, который впереди колонны шел. Они, наоборот, говорили, мы, наверное, будем, в историю войдем. Хотя девочки там вообще там, ребята школьного возраста, они увидели, что очень много было журналистов, журналистов, которые их фотографировали, что они первые идут этой дорогой. И вот замечательная реакция наших жителей города, да? Как говорили, вы прошли и все выходили из магазинов. Все останавливались, машины сигналили. Значит, все магазины, офисные организации объявляли перерыв. И мы никого не просили. Они включали песни военных лет, выставляли звукоусиливающую аппаратуру из окон и махали, приветствовали нас. Ну, многие вообще присоединялись в нашу колонну и дошли с нами до конечного пункта. Замечательно. И вполне возможно, как вы говорите, эта акция станет ежегодной. Или уже решено, что она будет проводиться ежегодно? У нас она точно будет ежегодно. В Барнавле точно будет ежегодно. И возможно по муниципалитетам. Мы будем рекомендовать специалистам по работе с молодежью в администрациях муниципалитетов, специалистов, которые занимаются в образовании, патриотическим воспитанием. Мы будем рекомендовать, чтобы они тоже инициировали. Но без какого-либо давления. Что-то подобное, как бессмертный полк. Но здесь только по желанию. Я думаю, что все равно людям будет это интересно. Люди будут вспоминать и будут присоединяться к этому проекту. Основное, конечно, здесь, что дорога в вечность, дорога в бессмертие, это действительно дорога, по которой прошли тогда, много лет назад наши герои. Наши старшие, которые победили фашизм, и многие из них прошли в одну сторону. То есть уже не возвратились. И многих еще, мы не знаем их судьбу, и много без вести пропало, много погибло. Поисковики этим занимаются, находят постоянно. Они практически, как я и говорю, они все на вот этой дороге, кто прошел, они все на вот этом мемориале нашем, все увековечены в виде фамилий бронзовых. И мы каждый год 9 мая приходим их вспоминать. Андрей Евгеньевич, большое спасибо вам за вашу работу, такую важную. Удачи, здоровья, до новых встреч. Я напоминаю, что у нас в гостях был временно исполняющий обязанности заместитель и председатель правительства Алтайского края Андрей Евгеньевич Щукин. Спасибо за внимание, до встречи. Продолжение следует...